Короче говоря, я стал Викингом. Короче, в первый же день затолкали меня в дракар и заставили бить в бубен. Получалось, это дело у меня фиговенько, потому что в детстве мне на ухо медведь наступил, и ритм я совсем не чувствовал. Да и мужики сзади меня грибщи совсем не хотели. Оплыли мы, между прочим, за китами, чтобы жира у них отобрать. Но кита мы не поймали, потому что кто-то в бубен плохо стучал. Ну и мужики мне потом тоже в бубен настучали. Вечер посвящения. Посвящали, как ты понимаешь, меня, викинга. Здесь, короче, всё просто. Нужно было выпить три кружки Эля и удержаться на ногах. Первую я осилил очень легко. Ну и вторая тоже, в принципе, зашла. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну вот с третьей какие-то проблемы начались. Совсем как-то в меня не лезло, и питься не хотелось. Ну, в общем, я и начал в трактире орать, что Эль ваш Говянский не лезет нифига, и... Пришлось последнюю кружку запихивать прям в себя. Чё ты там прелесть сказал? Говянский, да? В этот день я думал, что всё, жизнь моя кончится и не начавшись. Преодолеть огроменный обрыв с таким мощным ветром было просто нереально. Особенно после вчерашнего Эля. Дошёл, дошёл. Но в конечном итоге я нашёл равновесие и спокойненько дошёл. В общем, духом я стал закалённее. А вот штаны сзади стали покоричневее. Фу, дошёл, мамышки, дошёл. Ну какой же ты викинг, если не умеешь воевать и топор в руке держать? А самое главное, его метать. Фах и щака. Как ты уже заметил, топор я подкинуть и поймать не мог. А про мишени я вообще молчу. Как я только эти топоры не крутил, не вертел, не металл, не пулял. До мишени они и так и не долетели. Викинги не любят, когда к ним приплывают незваные гости. И обычно эти незваные гости просто сгорают, не доплыв до материка. Следующее испытание заключалось в том, что мне необходимо было факелом попасть в чужеземный дракар. Но, как мы с тобой помним, метание топоров да вообще, метание чего-либо это не мой конёк. Недавно плыть вражине до нашего дома, в честь моего рукожопия закатили вечеринку. Ну и конечно же, после пропущенных парочку кружечек Эля, мы отправились в кузницу. Г nonetheless. Ооо-о. Ооо.. О. Офак. — Вот... — Уфаак... — Жи-жи-жи-жи-жи... — Жукопияжи, вся седа... — О-ха! — Сверху! — А? — Счет-счет-счет... — Ох! — Блин! — Блин! — О-ха! — А-а-а-а! — А-а-а-а! — А-а-а-а... — А-а-а-а! Каждый викинг в своей жизни должен победить хоть одного дракона Но мое испытание заключалось в том, что я был безоружен Шашлику Хе-хе-хе-хе-хе-хе Алло Ну а вечером я вновь отправился в кузницу тренироваться выковывать мячи Хе-хе-хе Если всё плохо в бою и у тебя оказался серьёзный противник, то единственный выход это просто всё бросить и бежать! Любой викинг должен владеть щитом, как своей левой рукой! Восьмой день испытаний подошёл к концу. Это был финальный, но у меня ещё остались переиздачи, дело в том что я же завалил парочку и мне нужно их пройти по-новому Flynn! Да, да. Я не могу. Черт! Я не могу. Повторяю... Верю. Вот! Давай! 核對... Я, верю! Я, верю! Я, верю! Да, верю! Я, верю! Верю! Я! Я! Верю! а км Верно! Китао! Б-бом-бом? А! Ией! Бом-бом! Китао! Иииа! Оппа! а грибы кааа Опа! О-о-о-о! Эй, ну, ну, ну! У-у-у-у-у-а-ха! У-у-у-у-у-у-у-у! Ха-ха, где? Давай, давай, давай! Кумово, кумово, ха-ха! Э-эй, стопе, стопе! Ни такого конца мы заслуживаем Мы же все-таки викинги Ну, вот так вот другое дело Тем не менее, хоть нам и попали в грудину Но мы попадем в Альхалу Десять дней испытаний прошли удачно Поздравляю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»